Всем привет! Как-то в последнее время компания Lear не сильно часто попадала ко мне на обзоры. Тем не менее, в прошлом они сделали очень много хороших и весьма интересных моделей. Те же динамические 1 драйверные LH-F1D, например, их BD-4.2, 6 драйверные гибриды и так далее. Вот недавно решил исправить я эту досадную оплошность и ко мне на обзор попала их новая гибридная модель, которую они назвали Kaleido. В общем-то, как только я их распаковываю, будет понятно, почему они так названы, а пока поговорим чуть-чуть о них в теории. Это трехдрайверные гибриды традиционной схемы с динамическим 7-мм излучателем на низких частотах и двойной арматурой на средних и высоких. Цена их составляет чуть меньше, чем 220 долларов за универсальную версию и за 255 примерно долларов вы даже можете заказать их в кастом, если они вам понравятся. То есть, в целом Lera не из недорогих производителей кастомных решений. Давайте смотреть на это все подробнее. Такая весьма обычная коробочка из черного картона с минимумом всякой полиграфии и бесполезной информации. Внутри тут находились сами наушники, но я их уже сложил внутрь этого удобной баночки, чехольчика, а также есть коробочка с дополнительными аксессуарами. Из аксессуаров тут вложили вот такую вот тряпочку для ухода за наушниками и набор насадок. Три пары силиконов разного размера и одну пару пенных насадок. Как обычно у Lera в комплекте такая вот очень стильная удобная баночка для хранения, на этот раз она сделана из soft-touch пластика, такого вот как прорезиненного. Внутри находятся сами наушники, так тут тоже мягкий зеленый, зеленая резина, очень неплохая и силиконовый гель. В общем, как видите, комплект поставки не какой-то супер феноменальный, но очень неплохой и все, что необходимо, тут и в нем есть. Я думаю, по внешнему виду наушников уже понятно, почему они названы Kaleido и их вот дизайн по умолчанию, это такой вот переливающийся фейсплейт с вставками каких-то кусочков то ли дождика, то ли я не знаю, что это за интересные красивые переливающиеся осколочки, но эффект калейдоскопа они дают. Сам корпуса сделаны из синего пластика очень интересного, это варианты дизайна по умолчанию. Для тех, кто любит кастомизации, есть много вариантов цветов пластика, разные фейсплейты, но уже там за дополнительные деньги. У Лер богатый опыт по созданию AEM, поэтому форма корпуса подобрана достаточно аккуратно. Она эргономичная и они хорошо садятся практически в любые уши безо всяких проблем. Может быть, только обладатели каких-то уж совсем эксклюзивных ушей могут с этим, могут их не посадить. Звуковод короткий, но он под нормальным углом, поэтому звукоизоляция где-то на среднем уровне, если подобрать хорошо насадки. Держатся насадки нормально, несмотря на короткий звуковод. И в целом носятся наушники комфортно, этой звукоизоляции вам, пожалуй, хватит для большинства случаев, за исключением там метро, самолетов и самых шумных, самой шумной обстановки. Наушники сделаны со сменным проводом, и вот тут вот, пожалуй, главный просчет по эргономике в этих наушниках. У них MMCX коннектор используется и он прямой. А с учетом того, что они вот так вот носятся заушным способом, то провод выступает очень сильно вперед, поэтому вам нужно его или резко вот тут изгибать сразу под таким вот углом, формируя заушину, или же подобрать другой провод с угловыми MMCX коннекторами, тогда проблем будет фактически ноль. Очень неплохие используются тут MMCX разъемы, они хорошо держатся, но при этом отсоединить их все-таки можно без супер усилий. В общем, аккуратные коннекторы, защелкиваются тоже хорошо. Провод качественный, тут есть заушина с эффектом памяти, с проволочкой, которую можно изгибать. Сам кабель чуть-чуть жестче, чем традиционно сейчас делают, он немного менее гибкий, чем хотелось бы, но при этом он очень прочный, очень долговечный и используется качественный материал самого провода. Если бы не заушное ношение и заушины, он бы шумел, но так как носятся они заушно, то проблем с микрофонным эффектом практически не возникает. Но в целом вы можете подобрать более мягкий провод или у самих леер, или у других производителей. Тут есть вот этот бегуночек для регулировки разветвителя, сам разветвитель, и тут он идет, как видите, тут нет пайки в самом блоке разветвления, и он идет до самого низа, до самого штекера в четыре провода с раздельной землей, и тут уже сам коннектор угловой достаточно качественный. В общем, как видите, сделано все очень хорошо, качество на весьма приличном уровне, нарядный дизайн такой, при этом он не сильно пестро смотрится, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Хорошо, удобно носятся, в общем-то, с точки зрения дизайна неплохие наушники. Ну и, конечно же, о звуке. Леер подумали и решили сделать для этой модели такую достаточно расслабленную подачу. Они не стали сильно акцентировать середину, сделали V-образную АЧХ, вкусовую, такую вот, для тех, кто любит именно немного подкрашенную подачу с акцентом на низких и высоких частотах. Бас тут не самый суперскоростной, но и не самый размазанный, то есть такой вот где-то сбалансированный. У него хорошая очень весомость, он такой массивный, очень приятно иногда обволакивает, но при этом он нормально передает текстуры, хорошо строит основу и весьма хорошо уходит в глубину. Он не сухой, не суперхлёсткий, он больше берет массой, но при этом звучит достаточно приятно вам в большинстве случаев. Он нормально контролируется и практически не наползает на средние частоты. СЧС чуть-чуть отведены на второй план, в общем-то, как и ожидается для V-образной АЧХ, поэтому иногда хотелось бы все-таки их чуть больше присутствия, но в большинстве случаев его хватает. В общем-то, как обычно у V-образных наушников своеобразная АЧХ, это не модель для выслушивания микронюансов, не модель для тех, кто хочет слышать какие-то там мельчайшие детали в звуке и так далее. Это всё-таки более модель такая с более вкусовой, с более эмоциональной подачей. За счёт вот этой V-образности АЧХ у них хорошая глубина воображаемой сцены, они отделяют вокал от инструментов и за счёт этого есть эффект эшелонирования. В ширину воображаемая сцена где-то средняя, что тоже в целом неплохо. середина не супер разрешающая, но и не самая мягкая, не самая смазанная. Благодаря вот этой сбалансированности они хорошо звучат даже с не сильно качественно записанным материалом, достаточно толерантны к этому. Верхние частоты немного акцентированы, они такие яркие, праздничные, но при этом без излишней резкости, они не резкие, не доминируют, ну, скажем, для V-фобов, наверное, всё равно не подойдут, но для тех, кто нормально относится к V-ч, тут верх балансирует низ, и поэтому получается очень такая цельная нормальная подача. У верхних частот тут хорошие атаки для своей цены, чуть попроще затухание, слоистость, естественно, вот это вот верхних частот и протяжённость незапредельная, мягко говоря, но в целом для этой ценовой категории это всё очень нормально. Верхние частоты отличаются, особенно верхние и средние, и верхние частоты отличаются очень такой хорошей естественностью, тут нет вот этого налёта синтетики, нет искусственности, характерной для многих дешёвых моделек. Поэтому получается такой вариант для тех, кто любит именно такую чуть-чуть расслабленную подачу, прекрасно звучит, допустим, с джазовой музыкой, с вокальной, с хорошими аудиофильскими записями, с камерной музыкой, вот с такими вот стилями, где вкусовая подача себя оправдывает. Также хорошо справляется с поп-музыкой, с электроникой прекрасно, вот с такими вот стилями, где акцентированные нч тоже себя хорошо показывают. В этой ценовой категории на вскидку я помню одну модель, единственную, это Falcon C от DUNA. Ну, они более сухие, более энергичные, более резкие, но при этом у них середина легковеснее, и они так, в ЭЧ у них чуть агрессивнее и резче, чем у Калейда. Так что, в целом, такая вот получилась модель, не универсальная прям для всех, но во многих случаях имеющая право на жизнь, очень вкусная по подаче, красивая, как видите, по дизайну, удобная по посадке. И, в общем-то, Lear продолжают делать очень и очень неплохие модели. С нетерпением и интересом жду, чем они еще порадуют. Спасибо за внимание.